Всем привет! Недавно появился приемник ARINST SDR DreamKit. Многим интересно сравнить работу этого приемника с приемником MalaHit. Таких сравнений можно сделать очень много. Можно сравнивать в разных диапазонах частот, на КВ, на УКВ и так далее. Можно сравнивать на разные антенны. Можно сравнивать при наличии мешающих сигналов или при отсутствии их. Можно сравнить по реальным сигналам в эфире. Можно сравнить по сигналам ВЧ-генераторов. В общем сравнение можно придумать много вариантов. Я все эти варианты проделывать не буду, а пройду только несколько сравнений. И первое сравнение это будет по работе приемников на реальную стационарную антенну в УКВ диапазоне. Итак, два приемника ARINST SDR DreamKit и MalaHit DSP версия 2. Антенна Disco Conus AOR DA3200 на крыше высокого здания в центре крупного населенного пункта. Подключена толстым кабелем 8DFB. Антенна принимает очень много разных сигналов, очень много разных источников ВЧ-излучения. Есть очень близко расположенные, есть просто мощные, но не близко расположенные. Посмотрим как будут себя вести приемники в этих условиях. Антенну будут переключать по очереди то к одному приемнику, то к другому. В авиационном диапазоне в крупных аэродромах есть такая система ATIS. Это погодный автоинформатор. Он работает непрерывно, круглосуточно, с одним и тем же уровнем. Поэтому его сигнал удобно использовать для различных экспериментов. На примере его сигнала удобно сравнивать разные приемники или антенны. Давайте сравним, как будет принимать приемник ARINST и приемник MalaHit этот самый сигнал в диапазоне «Аэрбэнд». Усиление у обоих приемников максимальное, так как сигнал достаточно слабый. В приемнике MalaHit включен предусилитель, в приемнике ARINST SDR DreamKit включено максимальное усиление тракта ПЧ, то есть усилитель после смесителя. У него усиление установлено 24 дБ. При уменьшении усиления и в приемнике DreamKit и в приемнике MalaHit при отключении предусилителя слышно ATIS становится гораздо хуже. Закрыто. Перелёт птиц в зоне взлёта и посадки. Ветер у земли 210 градусов 5. Условия хорошие. Температура 12. Точка росы 0.5. QNH 1022 hektopascal. No stick. Acknowledge information echo. Нижний Новгород ATIS. Информация echo. Короткие периодические однообразные щелчки, которые очень сильно заметны на приемнике MalaHit. Это короткие цифровые пакеты системы, которые работают на частоте 158 МГц. И одна из ее активно работающих станций расположена на расстоянии 150 метров от точки приема. Поэтому сигнал очень-очень сильный. А теперь давайте послушаем радиолюбителей в двухметровом диапазоне. Вернее, можно сказать, одного радиолюбителя. Так как беседуют два человека, расположенные в области далеко от города, на расстоянии нескольких десятков километров, на малых мощностях. И слышно из них только одного, и слышно очень слабо. И как раз на таком слабом сигнале удобно сравнить работу этих приемников. В общем, по покупателям, это может быть 5 квадратных метров. Но там еще какой-то пункт, получается, так что не получается, что 5-то. Там не... И еще давайте сравним, как принимают эти приемники сигнал высокочастотного генератора. Но не просто высокочастотного генератора, а генератора, который будет подключен тоже к антенне, установлены тоже на крыше. И этот генератор будет излучать очень слабый сигнал, а приемники будут его принимать антенной. То есть генератор подключен не по кабелю к приемникам, а они будут его принимать точно так же, как сейчас принимали все остальные сигналы из эфира. Но благодаря тому, что генератор этот мой, установлен у меня, я могу выставить на нем любой уровень, любую частоту. Поэтому опять-таки частота в любительском диапазоне и сравниваем, как слышно этот сигнал генератора с тональной модуляцией 1 кГц на два эти приемника. Еще раз поясню, что к генератору подключена базовая стационарная антенна и он работает как маломощный микромощный передатчик, сигнал которого мы слышим на приемнике. Давайте сейчас я попробую убавлю приемников аппаратное усиление, отключу предусилители и может быть тогда приемники будут слышать сигнал генератора лучше, так как перегрузочная способность к мощным внеполосным сигналам у них увеличится, но с другой стороны у них уменьшится чувствительность и по этой причине может быть они сигнал генератора еще и хуже будут принимать. Давайте посмотрим. Полоса пропускания в обоих приемниках включена одинаково 10 кГц. В приемнике DreamKit есть непосредственно такое значение полосы пропускания 10 кГц и для амплитудной и для частотной модуляции. В приемнике MalaHit в низкочастотных звуковых настройках включена верхняя граничная частота 5 кГц, что тоже соответствует полосе пропускания 10 кГц. Ну что же, результат вот такой вот немного неоднозначный. С одной стороны акустически на приемник MalaHit слышно лучше. Например, радиолюбителя на 144 900, которого слышно очень слабо, на MalaHit слышно более разборчиво и более комфортно, более приятно. Но у приемника Arinst при отключении от него антенны уровень шума на панораме, планка шумовая, опускается очень-очень сильно, очень заметно, а на MalaHit это не так заметно. То есть собственных шумов у приемника Arinst Dreamkit немного. Почему он слышит с большим шумом акустическим слабый сигнал не очень понятно. Может быть это дело с программным демодулятором, чем сигнала или еще с чем-то связано, но явно не с собственными шумами. На всякий случай поясню, что низкочастотный сигнал с обоих приемников был записан по кабелю, подключенному к разъему 3,5 мм, а не с громкоговорителем через микрофон. В общем какие-то более подробные выводы я не хочу делать, вы сами все видели, сами все слышали. Именно для этого я и делал процесс сравнения достаточно длительным в каждом случае. Я также планирую провести сравнение этих приемников в коротковолновом диапазоне, в полевых условиях, на какие-то большие антенны при отсутствии городских помех, но при наличии мощных сигналов, идущих с антенны. Посмотрим, как они себя будут вести в этом случае. Может быть, какие-то еще сравнения этих приемников проведу. А сейчас пока на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Напоминаю, что у меня на канале есть еще раздел плейлисты, в которых сгруппированы видео по различным признакам. Например, вот это видео о приемниках попадет сразу два плейлиста. В плейлист приемники и в плейлист сравнения. Так что находите интересные видео в плейлистах. Ну и смотрите просто другие мои видео. Подписывайтесь на канал. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Нижний подход. Добрый день. Снижаемся 1.5.0. Подходим Усток. Усток 2 Майк. Ключитали. Информация о гольфах. Россия 62.29. Нижний подход. Добрый день. Опознанное. Усток 2 Майк. Первоначально снижайте. Сэшелон 1.4.0. Дальнейшее снижение по команде. Усток 2 Майк. Снижаемся 1.4.0. Россия 62.29. Нижний подход. Прием. 010.48. Ваша высота. Освобождаем эшелон 0.7.0. 0.48. Вас понял. Россия 62.29. Снижайте эшелон 8.0. Рассио 8.0. Россия 62.29. Продолжение следует...